С правилами законодательного этикета на выборах будущих общественных наблюдателей знакомят задолго до начала избирательной кампании. Обучающие семинары проходят во всех муниципальных образованиях. Здесь учат не только правилам поведения на избирательных участках. Наблюдателям рассказывают о новых законах и о том, как грамотно решать конфликтные ситуации. Очень интересное обучение, полезная информация, то есть уже более понятно, чем будем заниматься и что там нужно будет делать. Это было очень познавательно. Много вопросов было поднято, таких, которые действительно актуальны на сегодняшний день. Что мы имеем делать, что мы не можем делать, чтобы это знать и действовать правильно, и не создавать лишние суеты, и не мешать работе. Общественный штаб наблюдений за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Су-председателями – председатель комиссии по вопросам законности, правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 15 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кальцун. В настоящее время общественники координируют обучение наблюдателей. Для предстоящих выборов необходимо подготовить более 7 тысяч независимых специалистов. Для нынешней ситуации это очень необходимо, потому что многие наблюдатели не знают, как справляться с провокационными ситуациями, которые проходят, агитаторами, которые тоже пытаются всячески нарушить выборы, хотя нарушений так-таковых нет. И мы на этом обучении рассказываем, как себя вести, какие у них права, обязанности. Кроме того, нужно научиться действовать в стрессовых ситуациях, потому что на выборах бывают самые разные факты, которые требуют специальной оценки, возможно, обращения за помощью других специалистов. Наблюдателем на выборах может стать любой гражданин России, обладающий активным избирательным правом, но не работающий в органах власти. Ответы на вопросы, связанные с обучением, можно получить по телефону горячей линии, номер которого на экране, или по электронной почте. Ольга Павлова, Константин Головин, События.